1 января во всей стране залы не работают у него хватило денег приехать на Россию а хуй знает что там дальше, представляешь? все мое состояние состояло из 1 кг пельменей в морозилке я несколько раз использовал шприцы, ну потому что нет денег нахуй бля, он больше на один подход сделал, я еще один сделал ходить неудобно, врезаться вообще неудобно гантели из утюгов сваренные, мне тоже, я не знаю а вот гантелью, блин, вот чувствуешь гантелью это просто убиваешь себя это страшно, бля, есть тренажеры некоторые, которые даже не понимаю как сесть блин, все в колене, всё в колене, бля, хорооо то есть человек начал качаться, перестал красить мокти по моему это здорово бля, сделаю так и попадаю, еб ты вот девочка подошла просто, подсказала существует видео, где Голубочкин делает конечный мокти? нет как разная, бля Привет, друзья! Ну что ж, я в Москве, скоро Новый год, сегодня 21-е, осталось, получается, сколько дней-то осталось? 10 дней. 10 дней и Новый год. Тут даже рождественское настроение в зале, жду, пока переоденется Димон, и, наверное, выпуск у нас будет посвящен каким-то рождественской истории, будет он называться, потому что мы уже тренировались, мышцы мы качали, об этом мы уже говорили. Нужен какой-то легкий, легкий, позитивный контент для поедания оливье. Давайте так, важный момент, важный момент в комментариях написать, какой самый топовый новогодний салат, потому что это либо оливье, либо это селедка под шубой, либо мой любимый, который готовила лучше всего моя мама, это крабовый салат с крабовыми палочками. Легкий, какие там еще есть у нас салаты? А, селедка под шубой, селедка под шубой, это прям вообще тоже топ. Что еще у нас, давайте, праздничный стол. Вообще так много, 4 салата, прям это, да, это основные салаты, и прям это может быть прямо конфликт по этому поводу. Такие вещи нужны, важные, животрепещущие, вселенской значимости нужно обсуждать. А так, я только что вернулся с Европы, мне дали визу на 3 месяца, я галопом пролетел через Германию, Испанию, просто был по одному дню в трех городах. Это где я приземлялся, походить с ногами, поделать дела. Параллельно я еще был в Анкаре и в Стамбуле, пока были пересадки. А так, это был Берлин, Валенсия и Барселона. Я пока возьму гантельки, хоть что-нибудь подделываю, что-нибудь подвигаю, пока Димон собирается. Я же такое было время, как это, подбросил после аварии, сейчас передеваю Димон, в итоге ты поднабрал. Я не стал ему говорить, что я просто подрастолстел в дороге, потому что нормальной еды не было, а голодно, было голодно. Ну, вот, по-честному, в Германии, бэ, какие-то такие тяжелые, нормальных нет, там, по 5 килограмм. В общем, в Германии жрать конкретно нечего, я там пробыл, ну, с ума, наверное, полтора дня, еда вся невкусная, Берлин пахнет станьем, на улицах никто не замерзает, кстати, но нормально все в этом плане. Ну, сам, мне не понравился Берлин, это слово совсем. Не то, чтобы я им проникся, много ходил, но Брандербургские ворота видел, Рейхстаг видел, что-то там еще, наверное, видел, по центру проехал, плюс, ну, это центр тоже, там, до аэропорта. То есть, восторга в Берлине не вызвало визуально, ну, прям такого грандиозного ничего. Ты что хочешь качать, скажи мне? Я хочу качать ничего. Ну, не, я весь, я, наверное, по кругу здесь вверх лайтово сделаю, ну, так, ну, слишком много переезда в дороге, надо отоспаться. Но прям вот, знаешь, друзья мои, это будет особенный Новый год, если вы что-то хотели начать с понедельника, и с Нового года, то у вас есть просто феноменальный шанс в этот раз понедельник будет 1 января. Да. Это просто комбо. Так что, если ты вот не успел до этого накачаться, научиться, там, избавиться от вредных привычек, начни с понедельника 1 января, точно поможет. 1 января во всей стране залы не работают. Слушай, ну, где-то открывают, я знаю, специально собираются. Ну, да, я согласен, есть залы, которые открывают, да, мы со среды уже тренируемся, то есть это уже как-то третье число. Третье число. Да, будем тренироваться. Два дня Нового года просто будут прожиты зря. Зря, точно, блин. Качалку не ходил, день прожил зря. Нет, это, конечно, так вот я утрирую, но скажу честно, я часто занимаюсь по утрам, я вот схожу в зал, тренировка прошла, я прям понимаю, что я одно целое дело сделал и закончил. Потому что часто там, когда вы на работе делаете проект, или вы там учитесь, да, у вас там диплом, вы пишете его долго, и у вас постоянно незавершенное мероприятие. А когда ты ходишь на тренировку, у тебя конкретная тренировка, конкретное дело, оно выполнено. Может быть максимально с кайфом, эффективно, тяжелое, полегче, но в любом случае ты сделал дело, и ты получил этот вот дофаминовый свой бонус, ты его выполнил, и, блин, мне вот как-то по ощущениям от этого легче живется. Тебе когда комфортнее тренироваться, с утра или днем? Комфортнее днем тренируюсь. Комфортнее днем тренируюсь утром, потому что по графику удобнее. Вечером никакой. Вечером у меня уже башка квадратная от работы. У меня учителя температура поднимается от уровня нагрузки. В вечерней тренировке я бывает хожу, кстати, тяжело прихожу, когда завершаю тренировку, думаю, ах, бля моя, ах, молодец. Да, да, есть такое. Такое всегда, есть такое. И прям с бодричком сделал, сделал. Потому что пока ты спишь, враг качается. Согласен с тобой, блин, да. И знаешь, когда я вот когда тренировался раньше, готовился к соревнованиям, да, ну, подготовку, да, и знаешь, вот делаешь подход, да, ну, какое-то упражнение, неважно, и думаешь, блядь, он больше, он тот, кто, понимаешь, кто там будет выступать, да, да, блядь, он больше на один подход сделает. Я еще один сделаю, да, специально. То есть ты сам себя, то есть, может, он ничего и не делает. Может быть. Да, мы, это я сам придумал. Но все равно, вот эта мотивация, она всегда, когда соперничество есть, да, к сожалению, сейчас, блин, не знаю, что там в АИБИБИ, да, да. Тренируйте. Ну, да. Знаешь, одну вещь всегда пытаюсь донести к спортсменам, очень важную. Смотрите, есть два атлета, вот, и много может быть отличий, у вашего соперника может быть больше денег, больше фармы, больше гормона, больше качественной еды, массажисты, криокамеры, нету работы, он спит и качается, а у него все окей. Но есть момент, в котором вы всегда можете быть лучше. Это количество выполненной работы в зале. Это нельзя купить. Да. Тут это только то, что реально в твоих руках. Вся жизнь в ваших руках. В момент тренинга, его осознанности, его тяжести, готовности идти до конца на каждой тренировке выкладывается, это 100% в ваших руках. И вот на этом моменте очень многие могут получить свое превосходство. Да. Потому что, это так, питаются плюс-минус все одинаково, курсят плюс-минус одинаково. Ну, да, да, да. А вот качаться ты можешь лучше. Смотри, даже когда парень видно, что, знаешь, бывает, с регионов приезжает, но видно, что там денег не так, чтобы прям был, да? И некоторые, вот, знаешь, вот раньше еще приезжают и в тройку входят. А у него денег, он подходит ко мне на банке и говорит, ну, блядь, на билет денег нет. Блядь. Обратно. Блядь. У него хватило денег приехать на Россию, а хуй знает, что там дальше, представляешь? На призывы уехать хотел. Ну, вот, представляешь? И он входит в тройку, в тройку входит, занимает денег там у кого-то. Ну, я, блядь, даю, блядь, говорю, господи, блядь, на возьми, ебать, блядь, ну, нахуй. Караул, представляешь, как люди приезжают? И по нему видно по мышцам, что он ебашит в зале, как прокаженный. Да. Вот это вот не купишь. Это не купишь никогда. То есть, это вот эта работа в зале, по мышцам видно, когда парни расслаблены, когда все есть, ну, что он там. Не, ну, он хуярит, понятно. Но тот хуярит, да, до троих. Слушай, я не буду имя называть, это было пару лет назад. При мне один мой товарищ, ну, нормальный, все в жизни, подходит к одному из наших действующих многократных чемпионов России. Говорит, слушай, когда анализы сдавал последний раз, хоть он самочувствовал, он говорит, я не сдаю анализы, это дорого. Он так вот при мне достает, он хочет двадцатку, остаться у меня, говорит, блядь, говорит, сдай анализы. Ну, просто, говорит, ну. И, ну, реально, ребята, и я понимаю, у меня когда-то было мало лет, у меня была история в жизни, когда все мое состояние состояло из одного килограмма пельменей в морозилке. Это было, то есть у меня не было денег, вы понимали, был ноль. Вот денег, ну, может, какая-нибудь там мелочь, монетка. У меня был один килограмм пельменей в морозилке, всякая там, типа, соль, перец, всякую херню. Определенное количество времени я ходил и брал в Макдаке, ну, чтобы вообще их не покупать. И жидкое мыло я набирал в бутылку в Макдаке. Ну, блин, понимаешь, когда ты вот это проживаешь, да, вот такие времена, ну, такой период жизни, да, ты по-другому ценишь жизнь. Ну, и по-другому ценишь деньги, по-другому ценишь вообще, ну, вообще все в целом. И по-другому немножко подходишь к жизни и к ситуациям, и вообще, ну, к делу, так скажем, да. Потому что ты это прожил, ты понимаешь, что это такое. Понимаешь, ты понимаешь, что такое, блядь, жрать нечего, нахуй, вот. И, блядь, и, блядь, денег нет, то есть, а то совсем, блядь, да, вот. Ну, если у меня был тоже такой период, там, конец 90-х, я помню, вот, ну, совсем было не очень хорошо, блядь, тогда на бензин было, блядь. Еще я радовался, что я смог снять квартиру, блядь, снимал квартиру, и раз, хоть денег хватало. Ну, да. Блядь, шприцы покупаешь? Ну, хорошо, я колю один, да, я несколько раз использую шприцы, ну, потому что нет денег, нахуй, блядь, ну, вот так. И такое было, блядь. А другие, знаешь, вот сейчас будут, а, что у него там все есть, блядь, нахуй, епта. Понимаешь, все это прожили когда-то, понимаешь? И это, когда ты это ценишь, то и добиваешься результатов, понимаешь, что это такое. И по-другому деньги ценишь. Это 100%. Нет, в начале 90-х я, конечно, был совсем маленький, там у семьи не было денег в целом. Там все семьи голодали, там я там. Да, 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 я помню, я помню, 90-е, блядь, если не я, блядь, сестра бы с матерью, блядь, с голоду, нахуй, епта. Потому что вообще, ну, пизда, просто пиздец. Я не знаю, как регионы жили, ну, блядь, нахуй, блядь, в Москве тоже было не сахар, епта. Тяжело. В Москве просто были видны отдельные части, которые жирные жизни. Но Москва очень большая. И сюда, и, блядь, с регионов приезжали, как будто в одну сторону билетовая, реально. Да, да, да. То есть до Москвы было бы доехать, так называли, лимита, да? Да. Доезжали в одну сторону, а тут, типа, разберешься. Да. Как-нибудь. Как мне один друг говорит, ну, если что не заработаем, то спиздим. Что, давай что-нибудь поделаем. Давай. Из-за поездок не занимался, ребят, один день только поотжимался, но поотжимался так, чтобы потом грудь болела. То есть, ну, в номере отеля. В определенный момент со счета сбился. Главное было желание, блядь. Отжимался, пока просто отжималка не кончилась. Ты понимал, я последний подход доделал, я с пола комочком перевернулся, на спину, сел на жопу и встал. Отжать себя от пола я уже не мог. Конечно, от этого мышцы не вырастут. Если какие-то мышцы есть, то там, типа, когда нет никакой возможности позаниматься, я считаю, что лучше даже такой вариант. Не, ну это лучше, чем ничего. Во, лучше, чем ничего, сто процентов. В нашем деле очень сильно важна регулярность. Да, согласен с тобой. Где-то тут тяжело позанимался, где-то, допустим, там даже легко. Вот это вот тяжело плюс легко и регулярно даст точно свой какой-то эффект. Что, я 1 января буду качаться. У меня же на улице есть турники, гири. У-у-у-у. Красота, я 1 января прямо. Мне очень нравится 1 января вообще. Ну, мне нравятся новогодние праздники, потому что никого нет в зале. Никого нет в зале, никого нет на дорогах, никого нет в городе. Смотри, здесь, ну так получилось, да, там не... Днем как раз вот эти с торгопада было, бля, пиздец в Москве был, бля, передвижение проблемы. Вот. И получилось так, что тренироваться в воскресенье. Приходишь в зал, никого нету, парковки пустые, ахуя. Ну вот так, ну вот не больше. Ну это максимум, бля. И коня, бля, такая тренировка офигенная, бля, бля, была. Потому что сейчас, в последнее время, знаешь, вечером просто фильм, здесь просто фильм ужасов. Да. Очередь, бля, на тренажере, я тебе отвечаю. Надо очередь занимать и продавать тренажер. Вот смотри, режимы лежа горизонтальных, вот ты стоишь в очереди и ждешь, пока они, блин, освободят. Да, прямо вот так вот, до такой степени. Ну, с одной стороны, хорошо. Хорошо, да. Популярно. Да. Популярно. Ну, а лучше, чем раньше. Да, что вам рассказать, говорите. Задавайте вопросы, задавайте. Да. Я вам расскажу. Расскажи что-нибудь новогоднее про Баби-Бога. Новогоднее, значит, скажу вам одно, друзья. Что новогодняя корзина, все пишут, да, новогодняя корзина, когда будет, и вы постоянно снимаете каждый год. Друзья, новогодняя корзина будет завтра сниматься. В четверг, 22 декабря. Я думаю, что все сделают, все, значит, те, кто будет монтировать этот ролик, сделать все возможное, чтобы он вышел до Нового года. Или во время Нового года, в новогодние праздники, может быть, скорее всего, даже до Нового года. Так что новогодняя корзина ждите, мы готовимся, будет интересно, как всегда. Новогодняя. О, вспомнил. А 31 декабря тренируешься? 31 декабря, знаешь, вот раньше какое-то время, ну, продолжительное время, да, блядь, вот, блядь, принципиально 31 хайду тренироваться. Я тоже. Вот, блядь, вот, блядь, вот, блядь, сука, время уже, блядь, там, а зал начинают выгонять, потому что зал, ну, коротко, до шести, до четырех, обычно, до шести, до четырех, да, 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 до шести там, блядь, вообще, под потолок. И они начинают уже выгонять, а я, хуя, думаю, нихуя не выгонять, они уже, никого нету, да, 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 никого нету, блядь, а эти, хуя, они тебя стоят, ждут, блядь, на входе, блядь, эти, блядь, чтобы зал закрыть, блядь, ну, так, да, есть такое. Тоже, каждая, каждая 31 декабря я езжу тренироваться, и обычно я всегда ездил на просвещение в Спортлайф, по-моему, близкому дому, да, ближайший зал, вот, такая, блядь. А скажи мне, вообще, это хороший зал? Да, Спортлайф вообще все толковые. Да? А у него сеть-то, я так понимаю, да? Да, она большая сеть, сейчас сколько у него, наверное, лёгка, 8, а 15, 15, ну, 8, ну, это много, блядь, это, блядь, блядь, нормально, а? Очень удобно. А скажи мне, вот смотри, вот этот зал, я не был просто в Питере в залах, ну, вот, кроме Алмаза вот этого, который бы, где Фёдоров тренируется, как спортзал, знаешь, такой, старый спортзал. Всё, ты про топ-джим. Топ-джим, наверное. Топ-джим Стаса Штазарова. Стас, ты знаешь, что это? А, Назарова, да, 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 конечно. Это его, да? Да, топ-джим, это его зал. Слушай, ну, тебе, говорю, только билеты взять тебе в Питер, там тебя ждут все, заебут. Ну, блин, надо как-нибудь приехать, блядь, что-нибудь поснимать. Вот, Ромка там прям это все уже, камеру начистил, натер. Много тем, блин, да? Вот, да, по этим залам пройти. Лучше, я скажу тебе честно, вот, я сейчас все плеваться начну, все, блядь, скажут, я опять, я не трушный качок и вообще. Короче, я не люблю ни алмаз, ни топ-джим. Я люблю, когда все максимально, вот, ну, хотя бы вот так, чисто, плюс-минус новое, негнутое, где я не должен лазить между тренажеров. Где я не обо все не бьюсь с ногой, где не сваренное, где не рулят велосипеда для тяги, а рукоятка. Ну, мне просто лично комфортнее. Я в топ-джиме был, видосик снимали, красиво, пофоткались красиво. Ну, ребят, короче, это все постанова, я не трушный качок, я в топ-джим заезжал пофоткаться. А потом поехал в спорт-лайф, пошел потом в сауну, вот, блядь, на одну. Ну, я понимаю, да, да. Ну, я вот такой, я не очень люблю. У каждого свое, свои какие-то, блядь, там, ребят, попадает что-то куда-то. Мне там нихуя не попадает. Мне везде почти вот это, на самодельных вещах этих, неудобно. Там есть отдельные прикольные, там, где-то там фанаты, где-то хаммер старый, кайфовые. Но в целом мне неудобно, ходить неудобно, врезаться во все неудобно, гантели из утюгов сваренные, мне тоже, я не знаю. Я, я понимаю, это у нас такой, у нас такой зал в Люберцах какого, Титан. Ну, там тоже, понимаешь, там штангу вот так вверх не поднимешь, потому что потолок, блядь, не будет мешать, блядь. Нет, в том же потолки там потрясающие, окна, свет там, муа. Ну, там высокий же, да, там как спортзал. Да, да, там в этом плане очень, он визуально, правда, мотивирует. Прям вот, да, да. Там есть, там есть фотки, плакаты, атмосфера, мало людей, нет, ну, есть своя романтика в этом всем. Чисто на раз, да? На раз. Не, ну, почему, ну, есть такая тема, да, нравится, не нравится, да? Ты приходишь в новый зал, да, вот, допустим, в Москве то же самое, в зал, разный, какие хочешь. Вот, приходишь в разный зал, в этом зале тебе нравится, там, такой тренажер, блядь, которого нет нигде, блядь, а в другом зале тебе нравится в другом. И бывает такое, знаешь, я заметил, что когда я начал готовиться, и у меня была возможность ходить не в один зал готовиться, да, например, не в этом зале ты тренируешься и готовишься, и все, то есть. А есть возможность еще какие-то другие залы, там другие тренажеры, другие углы и так далее, да, то есть, и динамика, она все равно, ну, лучше, чем ты занимаешься в одном зале. Это сто процентов, блядь. А вот тут я с тобой соглашусь, и, кстати, в Спортлайфе тоже есть залы, где лучше зона для ног, ну, прям супер обширная. Где-то прям очень удачно упакована зона для стены, и некоторые ребята прям, Спортлайф, опять же, это мультикарта, специально двигаются. А скажи мне, тренажеры все одинаковые, вот, они... Они все одной марки, но в некоторых залах их просто еще больше на определенные зоны. Да, понимаем, углы. И клубы разного размера, по оснащению, по повременной закупке, то есть, базово все одинаковое, и везде есть еще, короче, есть тренажеры некоторые, в которые я даже не понимаю, как сесть. То есть, там такие бывают штуковины, я такой, ну, видимо, он не очень нужен, потому что я не уверен, где, где голова, где жопа. Я понял. И даже на какую-то мышцу. Да, да, да. А я, знаешь, ну, меня же все узнают. Не, ну, прикольно. Меня же все узнают, я повторю к ребятам, к тренерам, говорю, ребят, они с бейджиками, ну, послушайте, говорю, а это, что? Они стоят улыбаются. Я говорю, пацаны, не, я говорю, не стебу, я реально, говорю, не понимаю, это куда? Ну, бывает, бывает такое, что, блин, знаешь, когда... А самое прикольное. Ну, новый зал, там, приходишь, и другие тренажеры, и смотришь, думаешь, блядь. Куда идти-то, блядь, как скамейку поменять? Да-да-да-да, блядь, есть такая вещь. Как наклонить скамейку. Ну, да-да-да. Ну, ребят, ну, это хорошо, когда, понимаешь, разнообразие, это вот очень большое. Вот смотри, вот где найти голень осла, как вот Шварценеггер делал, то есть вот на упоре. Блядь, я знаю один зал в Москве, блядь, который есть, блин. Нет, власть тут много, много таких. Да? Ну, там, знаешь, как там не осел раком стоять, там ты стоишь под наклоном, но тут упор поясничный, и ты, то есть, толкаешь, что-то, я понимаю, да-да-да. То есть, он вот так вот, под углом, да, ты стоишь вот, и ты его вот там толкаешь. Разгружена поясница, они в нескольких залах точно стояли, я и то, что видел. Афигеть. На Баканурском точно есть. Такие, знаешь, нюансы, которые, знаешь... Есть, есть, там. Есть, знаешь, еще тренажер-пловер. Как Дориан, да? Вот они везде есть, жалевцы. Блядь, блядь. А я их не люблю, мне в них неудобно, страшно. И неудобно? Вообще нет. Да, то есть, ты... Я растерялся, мне кажется, мелкого. Ты не чувствуешь? Ну, вообще, то есть, уголь? Мне вообще неудобно. Да? Я обожаю пулловер с верхнего блока. Вот с верхнего блока одно из моих любимых упражнений. То есть, ты чувствуешь это? Вот тут пипец просто, у меня все широчайшие. Блядь, а я, блядь, я тебе серьезно говорю, я постоянно до сих пор, блядь, вот гантель берешь в полувер, да, ложишься, то есть, на лавку, то есть, накрай, блядь, ты, блядь, так рвет, ну, просто пиздец, блядь, знаешь, а вот блок, блядь, я включал, знаешь, перед соревнованиями, когда уже, блин, знаешь, нужно повторений много-много, там, пам-пам-пам, блядь, там, в конце тренировки. А вот гантелью, блин, вот чувствуешь гантелью, просто убиваешь себя, это, блядь, полувер страшный, блядь. Ну, там гантели, там, под 50, ну, там, да, там работа дельного веса. То есть, такой, да, там, и от смысла полувера, там, и маленькими повторениями, там, под 15 делаешь, блядь, ну, блядь. Не, безполезно. Да, да, то есть, и много повторений. Я там вставлю тоже много, ну, вот я, блядь, троса идеально, с любой рукояткой, любым положением, мне супер. Гантелью не очень люблю, потому что верхняя точка нагрузки пропадает, перерастяжение, там, короче, не мое. Тренажер вообще ноль. Тренажер вообще ноль. А в него люди лезут, да, делают часто, смотрю. Ну, не, ну, видишь, у Дуриана, смотришь, смотришь, ты даже, да, у Дуриана, у него самопал, ну, да, он какой-то сделал, но он, блядь, чуть ли не сваренный, там, под него, понимаешь, под его, то есть, руки, блядь, длину, рост, блядь, все хуйню. Понятно, что он чувствует. Ну, да. Да, вот. Я тоже в фитнес-спорт, не помню. Фитнес-спорт, что-нибудь. Короче, что-то такое, не помню, какой зал, фитнес-мания, вот, на Оленинской фитнес-мания, там тоже вот есть вот этот полуверблин и вот этот осел, голень. Ну, я прям чувствую, ну, совершенно другое. Есть же динамика, понимаете, мы сейчас закончим. А когда ты приходишь в один зал, тренируешься, все равно есть динамика, то есть другие тренажеры, другие углы, другие. Да, да. Другая стимуляция. Другая стимуляция, и все равно есть динамика по-любому, хорошая, плохая, похуй, все равно уже тренажеры другие, и ты чувствуешься совершенно по-другому. Знаешь, вот проблема еще во многих залах, как машина. Да, вообще. Вот это вот страшная вещь. Проблема углы, вот это вот все. Вот здесь вот, именно вот в этом гаке, блин, у меня все в колене, блин, все в колене. Все в колене, блин, все в колене. То есть весь кайф чувствуешь гаке, да? То есть, ну не в мышцах, все в суставы, в поясницу. Ну, короче, не очень удачный. Гак, гак, вещь показательная, кстати. Да. В нем вот он или удобный, или к священнику потом. Да, согласен с тобой. И вот в момент вот хамеровский гак, вот именно вот такой вот. Блядь, какие они охуенные, блин. Я прям сажусь прям в жопу вниз, блин, глубоко, блин, сажусь. И ничего, и не чувствуешь. Это которые на тележке, или это которые как рычаг ходят, подуде немножко? Нет, именно на тележке. На тележке, да? На тележке вот по направляющей. Вот этот угол, блядь, он просто какие-то офигенные. Они просто разные еще бывают. Да, даже много. Сидящие такие, которые, то есть, на это. Разные варианты. Если в зале, например, если бы мой был зал, я бы был разный сжим ногами. Ну, минимум два. Да. А лучше три сжим ногами. Вот этот сидящий, вот этот тренажер, нахуй. Вообще. Ну, это, ну, я не... Он нужен, чтобы женщины не занимали нормальные. Да, ну, вот только для... Переманивать, переманивать. Ну, они, блядь, ну, не знаю, ну, никакие, блядь, понимаешь? Лучше взять три таких вот, обычно, да, с весами. Чем взять вот этот тренажер, который, ну, не знаю. Нормально не сядешь, что-то качал. Да, там, сведение-разведение, конечно, нужно делать, там, это понятно. И всем нам нужно делать. Ягодичные мосты, блин, тоже я тоже считаю, что это, блин. Они говорят, тренажер для девочек. Блядь, ну, кто это придумал, что, нахуй, ну, тренажер, ягодичный мост, блядь? А существует видео, где Голубочкин делает ягодичный мост? Нет. Как раз, блядь, блядь! Я вообще хотел уточить. Сам сказал, да. Сам сказал, да. А, блядь, сам говорю, блядь, есть видео? Нет, блядь. Последний пират, который снимал такое видео, умер, да? Ну, а так вот. Блядь, ну, у меня тоже такого видео, по-моему, нету. Ну, да, да, ягодичный мост, блядь, да. Надо делать или не надо делать? Нет, ну, я когда-то снял, знаешь, сведения, сидят в тренажере сведения. Ну, приводящие, там, да, добивали уже, когда в конце тренировки. О, да это для девочек упражнения. Зачем сведения вообще развели? Нахуй, ну, мужские. Я говорю, ребят, ну, какие, блядь, мужские, не мужские, ну, блядь, чушь, нахуй, полная. Ну, это просто добивка, блядь, приводящая. Но видео есть? Есть видео, да. Есть, есть. Ребята, отправляйте смс-ку по номеру 791295, и вам придет ссылка, как Дима Голубовичин делает сведения. Сведения. Надо будет как-нибудь записать. У нас завтра как раз задние бедро, блин. О, как раз и снимешь. Слушай, надо записать женскую тренировку. Женскую тренировку? Рекомендацию для девочек. Блин, ну, это, блин. Там, это, будешь, там, махи, там, назад. Не, я просто не понимаю вот этого у вас. Ты девочка вообще-то не тренировал? Ты не думаешь, тренировал? Раньше тренировал. Ну, там ничего сложного, в принципе, и нету. Девочки тренировать. Там какие-то моменты, то есть, есть, конечно, не такие. А ну, они должны приседать, они как приседали, так и должны приседать со штангой. То есть, ну, а как, ну, приседать должны все. Ну, да. Ну, вот, почему? Почему, вот, смотри. Спортсменки, которые готовятся к соревнованиям, девочки, да, приседают со штангой? Все. Любые. Бикини, не бикини, не важно, не имеет значения. Все же приседают со штангой. А вот тренажеры, например, инструктор тренажерного зала, который тренирует девочку, не дает ему приседать. Ну, многим не дают приседания. Почему? Потому что они вот эти ягодичные, ну, вот махи эти, блядь, ну, верхняя, верхняя часть ягодичных все равно ты не накачаешь никогда, блин. Ну, не знаю, это такое, уже добивочное упражнение, все равно на базе нужно сидеть, и базовое упражнение, когда ты делаешь, тогда и результат, это для всех, для бабушек, для дедушек, для, блядь, молодых, для угодно, для кого угодно, для спортсменов, не важно. Вообще просто приседать полезно. То есть, у них кровообращение в органах малого таза. Да. Правильно приседать в правильной технике, вообще в тысячу раз полезно. Да. И даже уже там не... Для некоторых, кому не нужны спортивные результаты, ну, не важен вес, важно само движение. Нам, да. Приседать полезно. Они говорят, вот тяжело. Я говорю, блядь, поседай с грифом. Да. Тяжело, с грифом не будет тяжело. Посмотри, блядь, 20 килограмм, 30. Я давал им приседать, держась, загрязь перед собой, как за опору. Да, да, да. В чем проблема-то? Не можешь, давай с грифом приседать. Здесь главное движение, а не главный вес. Да. Как тебе прокачал? Слушай, ну, когда приезжаешь, мне нравится приезжать. Компания, поболтать туда-сюда. Ты самый главный, знаешь как? Приезжаешь, когда, даже на соревнованиях не общаешься с только людьми, то есть... Там потише, да. Чем, когда, то есть, ну, когда приезжаешь на какие-то съемки, когда спортсменов, туда приезжают все. Я, знаешь, приезжаешь и всех увидел, ну, много кого увидел, там, и не всех, но вот, но кто приезжает, да, приятно. А если честным быть, вы никому не рассказываете, ребят. Никому не рассказываете. Ни один выпуск я не смотрел. Я посмотрел... С собой в том числе. Ни один выпуск не смотрел. Бывает такой, знаешь, я посмотрел сейчас вот этот последний, который, ну, я тебе скидывал. Вот. Меня вырезали процентов, наверное, 60. Вырезали. То есть оставили вот столько. Чуть-чуть. Видно, им что-то не понравилось, что-то я там молотил и балаболил. Ну, смотри, нет, там, где мы присутствуем... Не знаю, посмотрим, как 90, ну, то есть 90 еще не вытягивает, посмотрим, что там будет дальше. Ну, как, там, где мы присутствуем, я и так слышу. Нет смысла смотреть, да? Да, надо в темках. Да. Ну, чтобы потом пересматривать или себя там пересматривать. Я даже вот то, что мы сейчас снимаем, я не увижу этот ролик, ребят. Вы его увидите, я не... Видно, какая фигня, потому что просто взгляд со стороны. Ты хочешь, смотришь себя со стороны, ну, поведение, там, вот эти моменты. То есть, ну, я смотрю именно для этого, а не для того, чтобы там... Я думаю, вспомнишь, что я говорил, блядь, хороший, ёпта. Ну, там много информации, ты, ну, ты не запомнишь все, ну, там, какие-то моменты запоминаешь, понятно, но ты не можешь запомнить все, и ты не понимаешь, что они вырежут, и все вообще останется, блядь. А, сольем вам информацию, ребят, чтобы вы понимали. Да, так. Составление плана, кому куда, там, кому в какую сторону смотреть, какие-то просьбы, чтобы было интереснее. Вообще ноль. Да, вообще нет. Просто нужно позвать Симкина, он рассказывает, как вставляют трубочку в ретро. Последние пять лет Симкин только об этом и рассказывает. Я не видел ни одного выпуска, ни в одном мероприятии, где он об этом не говорил на камеру. Я не давно не видел Симкин, ну, ненавидел, и живем Симкин... Ну, сейчас же он был. Кстати, Симкин качается, Симкин качается, Симкин готовится, готовится выступать как классик физик. А в какой федерации? Понятия не имею, активно, говорит, отжирается, много весит, говорит, набирает грязно, сказал. Иначе не набирается вообще, говорит, пытался чисто, не пошло. Бывает, укажем свое, бывает, такая, пенешно. Жру, говорит, жру, сейчас, говорит, буду такой, потом сделаю, вернулся, говорит, в бодибилдинг. Ну, честно говоря, знаешь, когда он тогда мир выиграл, да, у него форма была охуенная. То есть он офигенно выглядел. То есть то, что касается по телу его, именно Симкина, не голова его, а вот. Он хорошей формы у него. Что хорошего еще? Я не обратил внимания, но в глаза не бросилось. Кажется, у него не были накрашенные ногти. То есть человек начал качаться, перестал красить ногти. По-моему, это здорово. Красависть, блин! Что так? Ну, да, я обратил внимание, когда... Поддерживаем. До этого прокач был, да? Я сам уже какие-то ногти накрашенные, думаю, блин. А так что? Позитивный, улыбчивый, молодец. Его ты еще лет не видел, прям. Да, я просто... Мне интересно посмотреть, как Симкин форму опять сделает. Ну, да. Особенно в классике физику, с большим весом. Времена прошли, там, что-то там. Кто-то готовит его, не знаю кто. Я не понимаю, когда... Я не понимаю, почему в таком возрасте, да, парень, там, ну, самый пик, там, 30-30, там, 30-35, вот, так самый рассвет, а он, блядь, а он, ну, не уступает, понимаешь? Он не понимает, что это, блядь... У некоторых, кроме нас, есть, кроме бодибилдинга, что-то еще в жизни следим, он, есть нормальная жизнь у людей. Блин, лучше, я знал, он в компьютер играл, он снимал на видео, как в компьютер играет. Твич, стримы, стримы, а приложение? Твич, да? Знай больше нас! Блядь, Леха переводчик на молодежный. Красавец, блядь, вообще. О, вот такие гитартисты есть, вот такой. Вы знаете, такие. Во дворе на гитаре мы, говорю, не пели. Здесь комфортный вот этот джим. Достаточно комфортный. А, скажи мне. Блин, тут все прям хорошие, смотри, а. Да, нет, я тебе говорю, вот, блядь, хорошие. Да? Охуенно, блядь. Ты мне скидывай, вот, когда ты будешь делать вот эти. Когда видео делаешь, скидывай мне, ну, чтобы я у себя тоже, блядь, скидываю. Потому что меня там тоже начинают тереть, блядь, нахуй. Ага. А, это совместно? Рассказываю тему, блядь. Значит, снимают тягу, гантелью, блядь, ну, делают тяжелый подход. Последний, блядь. Ну, там немножко, ну, читинг, чуть-чуть немножко динамика есть, блядь, вот. Ну, тяжело, блядь, ёбка, блядь. Вот, и вот начинают неправильно делаешь, как-то, нахуй, ты, блядь, подпрыгиваешь ногами, ногами, что только нет. А я написал в комментариях, друзья, ну, если вы будете учить, нахуй, идите, блядь, сразу. То есть написал, если будете, блядь, меня рассказывать, ко мне делают упражнения, пойдете, нахуй. И, блядь, там, двоих-троих послал нахуй, блядь. Он рассказывает, да что ты так делаешь, блядь, иди нахуй, ёбка, мне расскажешь, что мне делать, ёбка. Короче, обычно в комментариях видео в РИЛС, блядь, 35 тысяч просмотров, 42, блядь, 185, блядь, просто говоришь, идите нахуй. И, блядь, понеслась, да? И, блядь, понеслась, ёбка, блядь. Не понимаю, почему, для чего вы это делаете, друзья, блядь, рассказывайте мне, как мне делать упражнение. Ну, блядь, я никого не учу, чтобы вы понимали, чтобы, блядь, не было этого, а то сейчас вот будет писать опять. Я никому не учу, как делать упражнение правильно, я просто его делаю, и я считаю, что это правильно, понимаете? Если вы хотите попробовать самому сделать треноку, приезжайте, я посмотрю, как вы будете делать, блядь, что упражнение. Или какой-нибудь другой. Для тех, кто выебывался, их два ценят. Вот, блядь. Два ценника, да, два ценника, блядь. Так что вот так вот. Блин, ну любят, слушай. Я помню, а в зале стоишь, делаешь, как делается, как мне нравится. Самый смелый приходит тренер, ты неправильно делаешь, говорю, ёбка, спасибо, а как надо? Ну, смотри, логические мысли, видно, что парень выступает на соревнованиях, так? В зал ходит. Ну, в зал ходит, выступает на соревнованиях, ты его знаешь, да и все, блядь, знакомые, блядь, вот, блядь, вот логические мысли. На хуй ты подходишь к спортсмену и рассказываешь ему, как делать, блядь, упражнения. Ну, зачем? Как бы он ни делал его, он считает, что это правильно и не нужно лезть в это, понимаешь? А вот парень какой-то, блядь, считает, что он, блядь, имеет, блядь, права. Да, вот парень не должен, я думаю, знаешь, когда-то будет вот так, мы можем тренироваться, да, ты можешь мне подойти. Другой, когда мы на одном уровне, знаешь, скажешь, бля, Рус, попробуй, просто попробуй руку так сделать. Да, согласен. Мне, мне по кайфу, может, тебе тоже. Я скажу, бля, попробуй, скажу, попадает, бля, я не чувствую. Мы с тобой делаем, я говорю, вот, я делаю пуловер сверху на блоке, а ты на скамейке. Для меня на скамейке вообще шляги, я могу обосновать, почему шляги. Я там не чувствую, это дрочь. Да, здесь лишь, но это у нас другое, да. То есть, знаешь, ко мне раньше, вот я еще в авреле тренировался, девочка подходит, ну, девочка именитая, там, чемпионка мира, там, бодифитнес. Она говорит, Дима, ты когда-то разгибаем девочку, говорит, мысочек шить вовнутрь, чтобы во внешней части шла. Вот какие-то малищики, блядь, это никто не расскажет. Никакой инструктор, вообще не вот эти нюансы, как вот руку повернуть и так делать. Нет, этого не учат. Это не учат, понимаешь, это узнают только культуристы, которые там с годами научатся. Блядь, делаю так и, блядь, попадая, думаю, епта, вот, девочка подошла, просто рассказала. Я всегда прислушиваюсь, когда, ну, кто-то говорит что-то, а я вот так делаю, я вот так делаю. Ну, это спортсмены, понимаешь, они, они, блин, там опыт. Слушай, у меня девочек тоже говорят, девочек готовлю, а у них в задних позах очень оценивается, чтобы бицепс бедра, внутренняя часть отделилась. Как бы, ну, чтобы бицепс бедра отделялся, чтобы внутренняя полоска. Чтобы больше там стимулировать, тоже ножки домиком ставить на тягах. Ножки домиком, тогда сильнее тянет бицепс бедра. Говоришь, начинают, и тоже, они все ставят прямо, то есть, просто ножки домиком. Блядь, 15 сантиметров между пятками меняют упражнение, там, степень растяжения. Я согласен с тобой полностью, я согласен с тобой полностью, то, что вот это, даже там делаешь широчейшее, хват имеет значение углов, блин, ну, то есть, тренажеров. Неважно, каких тренажеров, похуй, блядь. Если ты делаешь, например, допустим, ты сделал блок широким хватом, но следующее упражнение сделай узким, блядь. То есть, разнообразивая хват имеет значение. Не надо делать, блядь, одно и то же, вот так там, все пять подходов, блядь, пять упражнений. Ну, какой смысл? Знаешь, как, во всех книжках, у всех блогеров и у всех дрещей. Отдельно вверх груди накачать нельзя, пишут они. Все бодибилдеры выступающие ставят стакан на верх. Все, блядь, накачали. У всех ключи не видно, блядь. Понимаешь, вот, когда вы снимаете, ключи не видно. Как вы не знаете, не накачать? Ну, во всех книжках и у блогеров нельзя. Ну что, ребят, в таком случае, чтобы вышел ролик с новогодней корзиной, надо, чтобы тут натыкали очень много пальцев вверх. Это точно, сто процентов. Вот. Просто нажмите на кнопочку. Сколько примерно надо? Лайка поставить? У нас обычно набирают десятку, бывает, ой, тысяч лайк. Это хорошо. Надо две. Короче, поделиться надо с корешками и поставить палец вверх. Нужно больше десяти тысяч лайков и больше пятидесяти тысяч просмотров. Тогда выходит новогодняя корзина. Ну, больше пятидесяти тысяч, еще раз. А все, надо на 150-ку. Да? Ну, та еще больше. Блядь, смотри, 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 блядь. Серьезно? Ну, Леха шарит. Красавец, блядь. Я все отлежу. Короче, ребят, миллион просмотров, сто тысяч лайков, тогда будет новогодняя корзина. Дмитрий, каждый день стираю, блядь. Дмитрий, какая у вас хорошая футболка. Вот это, я про этот футболк сейчас говорю. Где купить? Я говорю, нигде, ну, купить, говорю, блядь, у меня всего отдастся. Короче, у Димоновская за двадцатку, если что отдает? Вот, а у меня одна она. Я тебе, я вам серьезно говорю. То есть, вот сейчас попросил, вот Руслан попросил, он говорит, ну, сделаем еще там, ну, на замену хотя бы, да? Одну? Одну. Вот, хотя бы, вот это, хотите, я ее продам, когда другую принесут. Без проблем, блядь, сколько денег, блядь, дадите, блядь, за сколько продадут? За двадцатку, да? Да, нормально. За двадцатку, блядь. Не, ничего, нормально. Даже стирать не будет после тренировки. Вообще, блядь, вот прям сниму, прям вот так, и, блин, одевайте. Это уже... Не, многие, серьезно, я тебя спрашиваю. Это уже в директ. Многие спрашивают, что именно вот этот тестостерон бункер в футболке. Ага. Не знаю, почему, блин, наверное, начнем, надо продавать, блядь, начнем. Пора. Пора. Ну, все, друзья, пальцы вверх, я погнал по делам. Дима с вами, вам повезло, у вас будет еще один выпуск. Ну, пока у Димы есть время, он что-нибудь расскажет. Как, не надо учить его тренироваться? Жму руку. С наступающим новым годом, Дима. С наступающим новым годом, пацаны. Здоровья, много денег, и не обязательно 31 декабря сходите в тренажерный зал. Обязательно. Да. Обязательно. Обняли.